Братья и сестры Брат говорит, все бывало А сейчас Говорили мы тогда Все могу я Все могу я Причем лику я Горело все Как внутри, так и наружу Мы шли, делали То, что угодно было Господу И Господь наполнял Нас этим ликованием, этой силой И мы Не страшились даже пред той Горой, скалой Предо мной падет скала Так выразился когда-то Человек, который прошел Через этот жизненный опыт И мы знаем дальше Как описывает Будущую То есть продолжающую жизнь На земле А сегодня, братья и сестры Мы можем И Через купину Или Небольшой холмик Спотыкаться Или даже если его нужно перейти Мы стараемся как-то его Кругом Обойти Зачем Зря тратить силы Да, братья и сестры Было время Было время И У многих из вас Я думаю Есть что вспомнить Когда Господь действовал Через нас Благословлял Наполнял Силой Наполнял радостью Спасение Мы еще Молодые Но мы уже были уверены Мы ожидали Господа Нам Было дороже Господь Чем Эта жизнь Но Время Проходит И я часто Вспоминаю У нас был Пресвитер Который Постоянно любил Напоминать Что Не начало Спасает А конец Конец Спасает Братья и сестры Так что Нам Предстоит Молитва И как Братья Брат Сказал Что Мы Хотим Чтобы Господь Нам Ответил На нашу Молитву На наши Желания Поэтому Мы Послушаем Слово Божье Чтобы нам Взглянуть На это Слово Но Более всего Взглянуть В самих Себя Посмотреть Действительности Ли Моя Жизнь Соответствует Хочет Много преград тоже. Он возводит не меньше, чем тогда. И нам нужно научиться не обходить стороной, не прятаться, но идти и сражаться, и разбивать эти хотя бы купины, хотя бы что-то малое. Идти вперед и принесить плод нашему Господу Иисусу Христу. Потому что Он ожидает от нас. Еще хочу заметить, братья и сестры, это трудно сделать, трудно, очень трудно, даже, может, и невозможно ничего сделать, если ты не научен этому. Если мы не научены какой-то специальности, мы не можем быть полезными, принести ту пользу, от которой бы была выгода и тем работодателям, и нам самим. Так же и в духовной жизни, братья и сестры. Мы не можем, не учившись, приобрести что-то. Поэтому, братья и сестры, мы знаем, что это место, на котором мы находимся, это мы называем его Храмом Божиим. Храм Божий, в котором пребывает Господь и с собравшимися в Нем. И это место, в Храме Божьем народ учится. Народ учится многому, послушанием, чтобы не вникать в наши мысли, в наши дела, но вникать, что хотите сказать говорящий. Знаете, вы все прошли школу этой земной жизни. И если учитель преподает предмет, а мы невнимательны, то очень печально, когда приходят экзамены, и мы уже, так сказать, просим благословения. Не получим, братья, благословения. Благословение было тогда, когда была возможность учиться. Это Господь благословляет в нас и в духовной жизни. Не тогда, когда пришло то время сдавать экзамены. А мы, Господи, я не готов. Это не благословение. Благословение было, когда Господь давал время учиться. И время идет, чтобы сократить. Я предложу вам, братья и сестры, слова из Священного Писания. И еще потому, что одна душа говорит, может, если бы в церкви, в служениях говорили больше, читали Слово Божие, может, народ больше бы принимал и знал Слово Божие. Потому что когда что-то касается в рассуждении Слово Божие, очень многие заблуждаются, кто говорил эти слова, где это написано, хотя бы приблизительно, я не говорю, там, стих. И вот эта мысль, она затронула и меня. И я думаю, предложить вам это Слово Божие, чистое словесное молоко из этой книги. Вы все знаете, братья и сестры. Я, у меня была другая тема, но мне пришлось начинать это служение молитвой. И я предложу вам такие слова. Я не скажу, братья и сестры, что в этой школе мы пришли что-то изучать новое. Нет. 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 Мы пришли услышать то, что уже мы проходили. Как и в обычной школе, когда учитель преподает урок, новый урок, это одна часть учения, вторая часть, я бы сказал, более, может, ценная, потому что без теоретических навыков трудно иметь практические. Так вот, братья и сестры, мы пришли, чтобы повторить пройденный материал, потому что большинство из вас, я не имею ввиду малых детей, прошли этот материал, это учение может не один раз, но хочу заметить, и я думаю, вы согласитесь, что не только нужно знать материал, нужно его употребить в жизни, чтобы сдать экзамен, чтобы принимающие могли оценить ту часть твоей жизни, которую ты посвятил изучению этого духовного материала, который дает возможность, дает эту способность, силу идти и побеждать и приносить плод нашему Господу, который и призвал нас, который и посадил на эти места, который и ожидает этого плода от нас. Поэтому вспомним, вспомним этот материал и посмотрим, сравним себя и Слово Божье. Это будет Матфея, 6 глава с 1 стиха. Прежде чем читать, еще хочу напомнить такое хорошо известное место из Священного Писания, которое говорит так «От избытка сердца говорят, что уста». И, братья и сестры, очень легко, очень легко проконтролировать не соседа, конечно, не того или другого на себя свои уста, свое сердце. О чем оно говорит? А говорит от избытка. А почему в нем избыток? И что наполняет его? То, что вошло, оно и наполняет. Братья и сестры, этот мир, он посылает столько этой информации, эта жизнь вся, она настолько старается заполнить сердца и ума людей, что трудно и бороться с этим. Но мы люди Божьи, люди, которые должны отдавать предпочтение Слову Божьему, Его учению. И вот все-таки, как бы мы ни старались, этот мир влияет на умы и сердца людей. И, как я уже раньше напоминал, когда человек, я думаю, люди из тех мест, что, помните, когда молит зерно в такой мельнице, то там стоит такая пыль, эта мушная. И когда ты там находишься волей-неволей, ты покрываешься этой пылью. Оно необходимо. Ты должен там быть, присутствовать, потому что там твое зерно. Христос не сказал, что вы идите с мира. Вы знаете это местописание? Иоанн написал об этом. Он требует от нас одно. Это самое главное. Но сейчас не об этом. Но он сказал, да любите друг друга. Итак, братья и сестры, чтобы зная это состояние нашего сердца, чтобы его разгрузить в все то побочное, ненужное, а наполнить его действительно чистым, словесным молоком, чтобы это, этот материал, он действовал, он открывал наши уста, он производил работу. Поэтому для этого мы имеем это Слово Божье, и я читаю. Матвея, 6 глава, стих 1. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно, истинно, говорю вам, они уже получают награду свою. и это нетрудно. Кто наблюдает тому, нетрудно заметить, что этот мир живет по этому принципу. по принципу того, чтобы обозревали, чтобы восхваляли, это не только люди, это общество, организации, даже, к сожалению, церквя Божьей, это даже государства стараются заполнить эту нишу славу в этом мире. Не так мы, братья и сестры, должны. Вы слышали Слово Божие, что говорить? И так, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно, говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Я думаю, вы, братья и сестры, слышали пояснение, верны они или нет. Это дело каждого. Даже такое пояснение, что жена не должна знать что делает муж. Это на ваше рассуждение, на ваше рассмотрение, на вашу совесть. Но Слово Божие говорит так, как я и прочитал. У тебя же, когда делаешь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает права. И чтобы милостыня твоя была в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. И когда молишься, слушая внимательно, братья и сестры, мы несколько времени перед тем, как предстать пред нашего Господа в нашей молитве, благословлять его, прославлять его, но, братья и сестры, более всего я склонен, что мы все-таки больше нуждаемся в Господе, просим, чтобы Господь помог в том деле или в другом. Поэтому будем слышать слова самого Господа Иисуса Христа, чтобы нам научиться представлять наши молитвы. Оказывается, это очень важно. Важно, братья и сестры. Я повторю тот же самый стих. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми, чтобы показаться пред людьми, где бы это ни было, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь свою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видя что тайное, воздаст тебе явно. Братья и сестры, давайте и мы согласимся закрыть свою дверь, которая ведет в наши жизненные проблемы, в нашу физическую и другую сторону нашей жизни и представим наши сердца нашему Господу и скажем в сердце этой тайной комнаты все, что мы имеем к нашему Господу. Он желает, братья и сестры, слышать нас, и мы будем приходить к этому, омолясь, не говорите лишнего, как язычник, омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Да кто, братья и сестры, не желает быть услышанным? Я не думаю, чтобы хотя один человек, это восемь миллиардов населения, ну, не все обращаются к Господу, но очень, даже половину, четыре миллиарда. Я не думаю, чтобы хотя бы один человек имел на уме обращаясь к Господу не быть услышанными или не получить что-то. Но обратим внимание, омоляясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, знает Отец ваш, как и мы зачастую знаем нужды своих детей, тем более Небесный Отец. Он знает нужду каждого из нас, и Он готов прийти, чтобы ответить. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, чем вы имеете нужду прежде вашего прощения у Него. мы подошли к моменту, о котором мне я так сам себя рассудил, и не стоит читать, напоминать, потому что ежедневно, а кое-кто и несколько раз в день повторяет эти слова нашего Господа. Да придет Царствие Твое, Отче наш, Суще на небесах. Я не думаю, что мы нуждаемся в этом Слове Божьем, потому что мы прекрасно знаем это место совершенного Писания. Братья и сестры, вот сейчас будем молиться, но я хочу задать нам, себе и вам такой вопрос. Что мы такую мысль мы могли уловить в учении Господа нашего Иисуса Христа пред нашей молитвой. Посмотрите в свои сердца, в свою жизнь, в свои нужды, и мы, братья и сестры, по милости Господа, начиная до служения, будем представать благодаря просить благословения. Склоним наши колени. Благословение 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 Единодушна, все сердца пусть восстанют. Встань, мужайся, соглашайся, Сила свыше обрекись против твенья. Братья, Единодушна, все сердца пусть восстанют. О, Дух Святой, мы все прием. О, Дух Святой, прием, прием, А в нем святым сердцам зашли, Чтоб мы трудились, сердце пусть восстанют. Дай нам долго обновиться, Святости добру стремиться, Ближе к небесу, Ближе к небесу, Ближе к небесу. Дай нам, Духом обновиться, Святости добру стремиться, Ближе к небесу, Ближе к небесу, Ближе к небесу. О, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Пожел. Мощь, Который и Гойди Нас в земле дечестили И не следить на пути грешник И не следить за вами разводитель Но законе Господа, воля его И о законе его Размышляет он день и ночь И будет он, как дерево Посадь и один, как вод Который приносит плод свой Во время свое И искр, который не вянет Все, что он не делает Успеет не так нечестивый Но не так прав Разметай в ветрах Потому не устоит Нечестивый на суде И грешник собраний правильный Ибо знает Господь Путь правильный А путники с них Погибет Аминь Дети это такая радость Которая тебя вдохновляет Интересно, Бог все придумал так Красиво, мне кажется Что даже очень удивительно Потому что мы в жизни Очень часто, я думаю Такое переживаем Какое-то такое уныние Пассивность такую Брат немножко говорил о том Что наше служение Бога Должно быть активным Должно быть энергичным Должно быть Ну, может быть Иногда не такое, как всегда Но я думаю Что каждый человек К этому стремится Мы просто как-то Где-то Ну, теряемся Иногда Ну, просто по-человечески На нас влияют Разные Разные вещи Обстоятельства По-разному Мы реагируем Иногда чувствуем себя Прилив такой энергии Иногда Мы чувствуем такое Преумыние И оно отражается Естественно Богу тоже хочется Чтобы Когда Ну, когда Вот выражают тебе Вот такое Божем там сказать Просто так Обычное Я тебя люблю Но когда вложено туда Чуть-чуть больше эмоций Можно сказать Я люблю тебя Ты понимаешь? Понимаете? Ну Оно воспринимается По-другому Точно так же И Богу Я думаю Что Богу тоже Не то что Ему Абсолютно Все равно Как мы К нему обращаемся И как мы К нему относимся Нет Я не думаю Что Бог Не слушает нас Тогда Когда мы Просто в такой Каком-то давлении Таком Что-то на нас Надавило И мы просто Не чувствуем Какой-то Такой Энергии Или какого-то Такого вдохновения Такой В своей Обычности Я думаю Что для вас Это тоже важно Своего рода Я слышу Такую историю Расскажу вам В начале Я Может быть Даже Это какое-то Свидетельство Одной Женщины Рассказывал Это брат Он говорит Просыпается Утром Жена С мужем В воскресенье Утром И муж говорит Я не пойду Сегодня в церковь Она говорит Ему Как ты не пойдешь Так не пойду Говорит Я тебе могу Назвать Несколько причин Которых не было Она говорит Ладно Назови Во-первых Говорит Меня там никто Не ждет Во-вторых Меня там никто Не слушает Ну и в-третьих Я просто устал А жена Ему говорит Ну я тебе Назву Три причины Почему ты должен Пойти в церковь Во-первых Говорит Потому что Сегодня воскресенье Во-вторых Потому что Там все-таки Люди тебя Ждут И слушают А в-третьих Потому что Ты пастырь И Иногда Дорогие друзья Я думаю Может вас Вы слышали Подобную Такую историю Я так Своими словами То что запомнил Оно Уныние Оно приходит Как со всем людям То есть независимо От положения Это уныние Иногда приходит Оно не от Бога Естественно Бог хочет Чтоб мы Стали выше Обстоятельств Которые Они бы Абсолютно На нас не влияли Но покуда Мы находимся В теле На нас влияют Определенные Обстоятельства Дело в том Что когда мы Сильно Очень сильно Кому-то Чему-то Значение Придаем То оно Заводит нас Если это Не Божье Оно нас Загонит Вообще В депрессию Вообще Где-то Загонит Нас Так далеко Что мы Не знаем Как оттуда Вылезти Я имел Встречу С одним Молодым Парнем Молодым Это отец Имеющий Четверо детей Прекрасная Семья Красивые Дети Красивая Жена Молодые Кажется Ну В этом Возрасте Ну Радуйся Радуйся Долгое Время Его Не было В церкви И как-то Общаясь Пришел На эту Очередную С ним Встречу И он Говорит Ты знаешь Вообще Ничего Не хочется Вообще Я говорю Просыпаюсь Утром Мне ничего Не хочется Ничего Не работать Не кушать Вообще Ноль Понимаете Ноль Энтузиазма К жизни Человек Я говорю По-моему У тебя какие-то Принципы Депрессии Или что Я не знаю Я не знаю Дорогие друзья Как кого Но Но мои дети Меня вдохновляют Я так вначале Задал Такую мысль Хотел бы сказать То что Смотрите Как Бог поставил Мы Отдаем Им свое Мы как будто Их не слуги Мы Служим Своим детям Можно сказать А они По Такому Можно сказать Принципу Какого-то Законодательства Божьему Отдают И заряжает Нас Такой энергией Что мы Делаем Такие вещи Которые Мы бы Простой Любой другой Причины По любой Другой причине Мы бы этого Не делали Я говорю Я просыпаюсь Утром Я не знаю Почему Как Когда Что происходит Когда У человека Абсолютно К этому Уже пропадает Всякий Энтузиазм И вот это Вдохновение Но когда Ты просыпаешься Я знаю Что я просыпаюсь Тоже В такие дни Когда тебе Просто не хочется Работать Просто хочется Тебе отдыхать Хочется просто Посидеть Ничего не делать Но ты знаешь Что это нельзя Что это долго Длиться не может А в какой-то момент Ты должен принять решение Что тебе нужно работать И если ты подумаешь И посмотришь На свою семью Мне надо Мне надо далеко Заходить Но я знаю Что есть Можно найти Других Разных методов Которые Нас бы вдохновляли Но Но когда ты посмотришь На свою семью Ты просто знаешь Что тебе нужно Ты просто знаешь Что ты хочешь Не просто тебе Это нужно Но ты даже Это хочешь И вдруг Появляется Какое-то вдохновение Работать Потому что ты знаешь Что не работая И Без дома Можно остаться Не говоря даже о том Что Дети прокормят В Америке Найдут как прокормить Но просто ты Знаешь Что ты хочешь Как можно лучше И появляется Такое Какое-то Ну Вдохновение В жизни И я думаю Что тогда Когда человек Загоняет себя Сильно Очень сильно Там уже стоит грех Там уже стоит Какая-то причина греха Когда человек В депрессии Это очень сильное Нарушение Между Богом И человеком И это В основном Я так чувствую Я так понимаю Это человек Придал значение Чему-то Намного больше Чем Богу И тогда Если то Единственная Такая вот Какая-то Часть Не получилось Все пошло вниз И человек Не знает Выхода Почему Потому что Он придал значение Чему-то Намного больше Чем надо было Говорят Вот эти Чемпионат Футбольный Который Проходил Я думаю Каждый из вас Слышал И Такая страна Как С этих Южной Америки Бразилия Бразилия Очень Успешная Команда В принципе Должна Была Выиграть Этот чемпионат Но они Проиграли С очень Большим Позором 7-0 Это просто Не слышно В истории То есть 7-1 Такой Большим Позором Проиграли Германию И показывали Очень фотографии Бабушки Дедушки Все сидят Вся страна Чуть ли не в депрессию Упала Они плачут Они не могли поверить Понимаете И говорят Что были Даже самоубийства Просто люди Настолько Посвятили Себя Просто Влиянию Этого футбола Что они Они не знают Как без этого жить Они просто считают Все Жизнь закончилась Что Вот Грех Нас дорогие друзья Или дьявол Преподносит Нам вот эти Такие Можно сказать Даже Успехи иногда Которые Которые Нас заводят В заблуждении Бог не хочет этого Бог Хочет Чтобы наше служение Было Ему с наслаждением Потому я считаю Что В принципе Христианина У него лучше всего Должно получаться Служение Богу Служение Богу Лучше Чем любой другой бизнес Служение Богу У тебя должно быть По крайней мере Лучше Если ты успешен В бизнесе И христианин То твое служение Богу Должно быть Должно получаться Даже лучше Чем бизнес Ну почему Не получается Ну потому что Мы мало Значения этому Придаем Мы мало Атотренируем В самых себе И потому Оно так и получается Хотел бы Для начала Не знаю Какое первое место Прочитать Давайте Прочитаем Такую историю Может Я уверен Что вы уже Эту историю Слышали Много Очень много Раз Но меня Она вдохновляет И я обычно Когда Готовлю проповедь Я ищу Такие вещи Которые Меня вдохновляют И вообще В жизни Иметь вдохновение Это такое Позитивное Влияние На людей Знать Что Что не все Закончено И просто Вдохновлять Людей Это Это очень Хорошо Когда делать Замечания Только Дорогие друзья Когда делать Замечания Только Одни Замечания Поверьте Это даже Не от Бога Если Человек Делает Только Одни Замечания Это Приводит Людей В тупик Бог Никогда Только Одни Замечания Не делает Бог Всегда Даст тебе Выход И скажет Тебе Как сделать Правильно И Смотрите Вот Книга Иова Книга Иова Начинается Очень Очень Красивая Характеристика Здесь Описывается Читаем Первый 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 Стих Первой Главы Был Человек В земле Уц Имя Его Иов И был Человек Этот Непорочен Справедлив Богобоязнен И удалялся И зла И дальше Написано О его Богатстве О том Что у него Были Сыновья Дочери Какое Богатство У него Это имущество Такое Можно сказать И шестой Стих Смотрите Что написано И был День Когда Пришли Сыны Божии Предстал Пред Господа Между ними Пришел И Сатана Этот Шестой Стих Задает Можно Такой Травм Чуть ли Не Такой Тон Этой Все Историей Потому Что Можно Сказать Пришел Настал Такой День Когда Все Праздники Написано Там Что Сыновья Его Собирались В дни Эти Дни Рождения Отмечали И Причем Билия Даже Это Не Обвиняет Многие Там Приписывают Иову Что Это У него Там Не Получилось В принципе Библия Бог Сам Бог Сам Бог Иова В пример Ставит По По всей Реакции Как Он Отреагировал На На Ту Сложившуюся Ситуацию Но Вначале Характеристику Этого Человека Сам Бог Дает Благочестив Понимаете Одно Дорогие Друзья Одно Когда Ты Услышишь Что-то Приятное От Человека Между Прочим Комплименты Это Неплохо Похвалить Человека Это Совсем Неплохо Даже Сказать Какое-то Хорошее Качество О Человеке Это Требует Какой-то Стороны Даже Ну Какого-то Унижения С твоей Стороны Может Потому Многие Люди К этому Этого И Не Делают Потому Что Не Научились Ну Как-то Подсказать Человеку Я не Говорю Превозносить Человека Чрезмерно Это Тоже Неправильно Но Библия Поощряет Чтобы Мы Вдохновляли Людей Не Просто Их Уничижали Всякими Своими Рамками Своими Знаниями Своими Понятиями Что У Тебя Вообще Чуть Ли Чего Никогда Не Получится Это Неправильно Бог Всегда Вдохновляет Человека Это Наша Должна Быть Цель И В Новом Завете Апостол Павел Говорит Цель Увещевания Есть Любовь От Чистого Сердца В Первую Очер Тебя Должно Быть Желание Человека Приподнять Не Надавить Так Чтоб Человек Не Встал Но Показать Ему Может Ты Что Неправильно Делаешь Но Смотри Если Ты Так Сделаешь Это Лучше Будет Мы Должны Знать Дорогие Друзья Если Мы Сами Не Делаем А Других Хотим Учить Поверьте Это Никакой Реакции Не Будет Делать Никакой И Я Займу Сторон Если Человек Тот Неправильно Даже Что-то Делает Но Делает И Ему Должен Замечание Давать Тот Кто Делает А Тот Кто Не Делает Потому Что Если Ты Не Делаешь Извини Но Если Я Был Что Ты Так Делаешь И У Тебя Получается Я Был Подражал И Делал Как Ты А Так Ты Ничего Не Делаешь И Хочешь Чтобы Я Делал Как Ты Говоришь То Извини Ты Поделай Посмотрим Получится А потом Я Буду Делать Правильно Это Правильно Я Занимаю Я Лучше Позицию Занял Того Человека Который Делал Бы Может Быть Не Так Не Очень Так Красиво Но Что То Бы Делал И В принципе Бог Нам Дает Место Ошибка Если Человек Делает Что То И Ошибается Это Одно Его Нужно Поправить И Он Будет Делать Правильно Но Тот Человек Который Вообще Ничего Не Делает Попробуйте Его Заставить Что То Делать Кто Т Говорит Такую Мысль Что Один Человек С Украины Приехал И Говорит В общем Там Надо Была Помощь Детям Кем Делали Говорит Надо Была Помощь Я Пришел Говорю Братья Я Знаю Что Здесь Многие Люди Заняты Дайте Мне Таких В церкви Незанятых Людей Которые Ну Не при Работе Может Не при Церковной И Я С ними Что То Сделаю Они Братья Говорят Ты Знаешь Ты С Ничего Не Сделаешь Ты Найди Самого Занятого Человека И С Нем Что Сделаешь А Тот Кто Который Больше Всех Делает И Он Тебе Поможет Здесь Какой-то Смысл Есть Я Думаю И Тем более Братья Я думаю Которые В служении Они Понимают Они Это Чувствуют В самом Деле Когда Тебе Что-то Надо Ты Делаешь Ну Вот Смотрите Иова Здесь Сам Бог Описал Такую Прекрасную Характеристику И Кажется Когда В жизни Праведника Когда В жизни Человека Благочестивого И Боящегося Бога Приходит Сильнейшее Испытание Это Приводит Нас В Каком Это В Какое В Какое Замешательство И Понимаете Если Это Ну Какое Испытание Мы Ну Мы Уже Поняли Да Что Писание Говорит Что Ну Это Не Значит Что Человек Согрешил Это Не Значит Мы Это Знаем Если Это Длится То Мы Уже Готовы Ну Здесь Нужно Подумать Здесь Нужно Подумать Ну Может Быть Человек Что-то Не То Я Понимаю Что-то Имеет Какой-то Смысл Человеческий Но Перед Богом Абсолютно Не Имеет Никакого Значения Насколько На Какой Длительный Процесс У тебя Это Испытание Или На Какой-то День Или Это Просто Может Быть На Год Или На Два Не Имеет Значение То Я Уверен В том Что Если Приходит В жизни И мы Знаем Что Человек Жил До Этого Благочестивой Жизнью То Я Уверен Уверен Что Этот Человек Поступит Правильно Он Поступит Правильно Перед Богом Потому Что Бог Не Даст Не Даст Чтобы Просто Поиздеваться Над Человеком И Написано Даже Библия Что Он Не Испытывает Тебя Чуть Силы Но Если Тебе Дан Испытание То Ты Можешь Его Перенести Понимаете Дорогие Друзья Мы Иногда Думаем Что Если На Нас Свалилось Такое Что Мы Не Потянем Все Не Могу И Этот Человек Молодой Я Встречаюсь С ним Он Говорит Я Не Могу Все Говорит Приплыл Дальше Не Могу Но Я Уверен Я Уверен Дорогие Что Это Обман Дьявола И Это В очередной Раз Дорогие Друзья Приводит Нас К тому Что Мы Должны Положиться На Бога Больше Чем На Другие Другие Вещи С Которые Мы Встречаемся И Он Говорит Ну Ты Знаешь Было То То Называет Некоторые Вещи О Которых Я Уже Кое Чем Догадался Говорит Это Не Самая Главная Проблема Самая Главная Проблема О Том Что Говорит У Меня Нет Никакой Дисциплины Человек Женатый Имеет Четверо Детей Говорит У Меня Никакой Дисциплины Никакой Говорит Меня Не Научили Дисциплине И Я Сам Себя Научить Не Могу Не Научили Понимаете Когда Человек Я Просто Могу Как То Сочувствовать Таким Людям Потому Что Те Люди Которые Которые Осознают Понимаете Заставить Себя Нет Силы И Другим Позволить Тебя Научить Ну Как Ты Взрослый Человек Кому Обращаться В 35 Лет За Помощью Чтобы Тебя Научили Утром Просыпаться Вовремя Кому Обращаться Чтобы Тебя Научили Что Тебе Нужно На Работу Идти Кому Обращаться Таким Элементарным Вещам Или Зубы Чистить Или Там Другой Элементарным Вещам Кому Обращаться Чтобы Тебя Научили Если Тебя Научили В детстве Я Я Понимаю Что Да Он Мог Б Списать На Детство Что Там Да Может Быть Там Родители Не Доработали Я Понимаю Но Выход Жен Будь Не Пойдешь Сейчас Разборки С Родителем Устраивать Вы Там Недоработали Вы Там То Не Доделали Известно Делали Что Могли Я Тоже Мог Жаловаться На Своих Родителей В Какой То Мере Да У нас Десять Было Мне Кажется Я Был Намного Успешнее В школе Был Если Родители Со Мной Сидели Но Они Не Могли Ты Понимаешь Не Могли Просто Не Могли Делали Что Могли И Мы Сидели Вот С одним Братом Молодым С Другим С Этим Самым Он Говорит Ты Понимаешь Наши Родители Сделали Все Что Могли Все Что Знали Отдали Тебе Все Что Знали И Не Было Так В детстве Чтобы Родители Вот Такую Любовь Проявляли Когда Мы Не Повзрослели Мы Повзрослели Уже Я Помню За 20 Лет Я Может Быть Впервые Услышал От Своих Родителей Что Я Тебя Люблю Я Сегодня Не Обвиняю Им Они Просто Не Считали Не Видели В Этому Нужды Мы Понимаем Что На Сегодняшний День Положений Чуть Больше Чем Больше Ты Признаешься Своим Детям Рассказываешь Им Тем Больше Ты Им Сеешь Вот Это Семя Позитивный И успех В Их Жизни Чем Больше И он Говорит Этот Молодой Человек Ты Знаешь То Что Мы Знаем Если Не Будем Делать То Уже Делаем Преступление И Мы За Это Будем Отвечать Дорогие Друзья Точно Так Знаешь Доброе А Не Делаешь То Он Просто Не Говорит Что Ты Просто Ничего Не Делаешь Библии Говорит Что Ты Делаешь Грех Ты Делаешь Преступление Перед Богом Если Ты Доброе Знаешь И Не Делаешь А Еще Если Желание Если Так Пообщаешься С Почему Почему Давайте Давайте Откроем Мы Возвратимся На эту Историю Но Вот Откроем 16 Стих 5 Глава Галата 16 Я говорю Поступайте По духу И Вы Не Будете Исполнить И Не Будете Исполнять Вожделение Плоти Ибо Плоть Желает Противного Духу Дух Противного Плоти И Они Друг Другу Противятся Так Что Вы Делаете Что Хотели Бы Вот И Все Когда Человек Дал Намного Больше Значения Своей Ну Ну Вот Своей Плоти Своему Наряду И Устройству Плотскому Намного Больше Значения Чем Чем Духу Вот Так Привод В такое Замечание В такое Обряд Обрядное Поклонение Богу Можно Сказать Я Не скажу Что Богу Оно Не Нужно Я Не Осмелюсь Это Сказать Дорогие Друзья Я Не Осмелюсь Потому Что Богу Бог Написано И Притворному Радуется Да Есть Такое Даже Притворному Люди Могут Даже И Притворяться Но Важность Дорогие Друзья Понимаете Важность Должна Быть У нас О том Что То Желание Я Именно Этим Людям Хотел Обратить Внимание Что У Есть Желание Есть Желание Есть Понятие Есть Осознание Но Делать Не Могут И Даже Сами Не Понимают Что Проблема В Дисциплине Проблема Не В том Что Ты Не Понимаешь Этот Человек Молодой Сидит Ты Знаешь Я Все Прекрасно Понимаю Мои Друзья Мои Близкие Родные Они Мне Говорят Что Ты Не Делаешь Неправильно Ты Алкоголем Увлекся Другими Вещами Начинает Ему Перечислять Не Надоело Это Слышать Я Я Знаю Больше Чем Другие Говорят Я Хотел Бы Там Приходят Понимаете В такой Ситуации Когда Видят Его Родителей Какая Реакция Родителей Они Видят Что Человек Ну Не Туда Тянет Ну Не Туда Пошел Что Им Хочется Сделать Сразу Сказать Ну Подтяни У Тебя же Дети Какая Разница Этому Человеку Абсолютно Все Понимаете Ему Вдохновение Дети Никакого Не Дают Ему Вдохновение Ничего Не Приносит Если Для Меня Дети Моих Вдохновляют То Для Него Это Пассив Понимаете Он Смотрит На Это Как На Очередную Тяжесть Он Сам Понимает Что 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 Нужно Сделать Но Чего Сделать Чего Нужно Сделать Папа Мама Что Тебе Сказать Что У меня С Почему У меня Проблемы А потому Что У меня В дисциплине Вы в детстве Не научили Потому Что Вы До 16 лет Мне Носки Надевали И Водили Меня За ручку И Баловали Меня И Даже Не Заставили Меня Мусор Вынести Все За Меня Делали Почему И Человек Это Понимает Понимает Но Как Выйти Из Этого Положения Как Выйти Из Ну Идти Дальше Жить Такой Жизнью Это Просто Критическое Положение Естественно Что Ни жена Ни дети Это Терпеть Долго Не Будут Можно Сказать И Не Обязаны И Даже Не Обязаны Даже На Основании Священного Писания Не Обязаны Но Дорогие Друзья Что То Я Уверен Что Бог Дает Выход Из Каждого Положения И Тот Человек Который Осознает Понимает Ну Разные Разные В жизни Было Но От Меня Сейчас Требуется Просто Занять Позицию И Что То Сделать По Отношению К Себе Даже Не По Отношению К Своим Детям Лично По Отношению К Себе Лично По Отношению К Себе Я То Что Должен Что То Сделать И Здесь Нужно Какое-то Снижение Естественно Здесь Нужно Смирение Здесь Нужно Смирение И Первое Что Нужно Это Просто Перестать Обвинять Людей Перестать Обвинять Людей И Я Как-то Поговорил С ним Вроде Мы Согласились Пришло Какое-то Время Я Понял Что Человек Все-таки Ну Находит Какие-то Так Слегка Уже Не Так Конкретно На своих Родных На своих Братьях Которые Там То С ним Сделали То Сделали Неправильно Неправильно Но уже Ну Чуть-чуть Мягше Чуть-чуть Мягше Но Все равно Понимаете Человеку Нужно А Абсолютно Все Забыть И Принять Вот Это Вот Эту Нагрузку Которая На тебя Свалилась По крайней Мере Не Только Из-за Других Не Только Из-за Других Имели Какой-то Вплыв Что-то Поменять Но В первую Очередь Из-за Тебя И Прошло Еще Три Недели Этот Человек Высылает Мне Текст Месседж И Говорит Ты Знаешь Молись За Меня Я Я Просто Дальше Не Могу И Когда Мы Встречались С Ним То Он Говорит Что Он Он Понимает Что Все Таки Нужно Нужно В первую Очередь Это Просто Даже Разрешить Таким Близким Людям Которые Просто Дебе Помогли Он Говорит Ну Помогите Мне Там То То Сделать Мы Собрались Еще С Друзьями Взяли Ему Позачили Денег Оформили Помогли Там Оформить Трак Который У него Был Просто Негодело Он Сел Работа На Работу Поехал Первый Рейс Второй Рейс И Вижу С детьми Начал Общаться Жену Детей Взял Высылает Месседж Мне Когда Мы Ехали Сюда С Подростками Он Высылает И Благословляет Просто Высылает И Благословляет Да Благословит Тебе Господь И Там Вот Целый Месседж Хотел Бы Зачитать Просто Человеку Нужно Было Чтобы Кто-то Его Понял Я Не Говорю Что Не Надо Делать Замечаний Да Я Пришел Я Точно Так Ж Ему Говорил Но Просто Нужно Понять И Скажать Слушай Я Готов Сделать И Пожертвовать Всем Чтобы У Тебя Получилось Потому Что Я Молодой Красивый Парень Мог Бы Так Просто Ну Загнать Себя Я Не Верю Что Человек Не Может Заставить Себя Я Не Верю И Но Дорогие Друзья Одно Когда У Нас Ситуации Такие Да Но Есть Как Я Описал Можно Сказать Там Это Что Легкое Такое Да Но Испытание В жизни Эва Это Было Что То Чрезвычайное Чрезвычайное Оно Даже Не В той Форме Что На Него Там Ну Все И И И Придача Проказ И Покрылся Но Чрезвычайно В том Дорогие Друзья Что За Этим Стоял Бог И Дорогие Друзья Меня Это Радует Что За Нами Нашим Испытанием Стоит Бог И Я Уверен Дорогие Друзья Что Если Ты Принадлежишь Богу Если Ты Верующий И Я Говорю Верующий Потому Что Меня Вдохновляет Вера Иова Вера Иова Понимаете Верующий Никогда Не Начнет Роптать Верующий Никогда Не Откроет Свои Уста Сказать Что Нибудь Против Бога Верующий Это Просто Не Сделает Да Он Будет Задавать Вопросы Он Будет Спрашивать Но Он Не Сделает Он Просто Не Найдет Силы У Него Рот Не Откроется Что Нибудь Против Бога Сказать Потому Он Знает Зная Что Не Могу Я Больше Так Но Это Продолжалось Я Не Знаю Какое Время Продолжалось Но Видимо Очень Долго Продолжалось До Того Времени Продолжалось Что Окружающим Людям И Самым Близким Просто Надоело На Это Смотреть И Его Жене Его Жена Вместо Того Чтобы Поддержать Человека Она Говорит Ему По Хули Бога Это Вот Выход Представляете Приходите Весь Самый Близкий Человек Ты В Депрессии Да Приходите Весь Самый Близкий Человек И И И Советует Тебе Выход Заряженный Пистолет Возьми Себе Подрогие Друзья Я Просто Поражаюсь В Вере Иова Я Просто Поражаюсь И Этого Хочу Себе И Вам Я Просто Желаю Этого Желаю Этого До Конца Понимаете Может быть Эта вера Была Искалечена Может быть Она Была Маленькая Может Она Была Вообще Незаметная Но Она Была И Она Жила Понимаете Дорогие Друзья Я Уверен Дорогие Друзья Что Можно Служить Богу Во Всяких Обстоятельствах Да Может Быть Ты Будешь Немножко Скорченный Может Быть Немножко Нога У Правильно Работать Или Быть Может Другие Какие-то Отклонения Физические Но Это Не Есть Препятствие Служить И Верить Бога Дорогие Друзья Поверьте Если Мы Будем Только На Свою Плоть Надеяться То Придет Момент Когда Мы Просто Разочаруемся Но Приходит Время Дорогие Друзья Каждому Из Нас Оно Придет Оно Обязательно Придет Тогда Тогда Ты Должен Просто Сказать Я Ничего Не Могу Сделать Но Я Знаю Но Я Знаю Я Знаю Что Моя Вера Будет Жива Все Равно Будет Жить Я Все Равно Не Похулю Я Все Равно Не Сделаю Мы Понимаем Что Мы Все Что У нас Есть Все Что У нас Есть Это Надежда На То Что Мы Имеем Твердый Дух Который Упражняется В Боге Этот Момент Придет Каждую Жизнь Мой Друг И Этот Момент Он Или Покажет Насколько Ты Беден И Нищий Насколько Ты Слаб Или Покажет Тебе Что Ты Выживешь И Все Переживешь Ты Все Пройдешь Ты Все Пройдешь И Все Обстоятельства Ничего Не Значат Если Твоя Вера На Боге Стоит Не На Другом Материальном На Чем Его Другом Материальном Смотрите Дорогие Друзья Место Евреям Я Даже Не буду Зачитывать Это Все Место Но Здесь В 11 Главе Перечисляется Подвиги Веры Написано Моисей Верую Израильский Народ Прошел Вот Эти Сквозь Море И Там Перечисляются Другие Подвиги Веры И Там Авраам Сына Своего Приносил Жертву Верую И Разные Другие Подвиги Веры Перечисляются Но Дорогие Друзья Которые Заканчиваются Все Хорошо Точно Так же И И И Смотришь На эту Историю Все Прекрасно Закончилось Но Я Понимаю Что В жизни Не Все Прекрасно Заканчивается Я Людей Знаю Которые Не Так Заканчиваются Как У И И И И И Знаю Что Многие Люди Даже Не Так Заканчиваются Как У Тех Сподвижников Веры Но Что Им Делать Смотрите 36 Стих Именно Об этом И Говорит Другие Другие Это Не Те Которые Мы Только Знаем О Больших Таких Подвигах Там Седрах Мисах Евдинага Их Бросили В печи Не Такие Герои Все Красиво Закончилось Я Понимаю А Какой Ты Герой Если Не Все Красиво Закончится А Что Если Ты Сгореешь В печи Готов Ли Ты На Это Готов Ли Ты Богу И Тогда Вер И Смотрите Другие Испытали Поругание Побои И Также Узы И Темницу И Там Дальше И Жены Получали Своих Женой Ну То Есть И Скитались Да Скитались Замучены Просто Были Просто Были Замучены Просто Были Замучены И Смотрите Дорогие Друзья Что Горит Сороковой Стих Именно Об Этих Людях Потому Что Бог Предусмотрел О Нечто Лучшее Дорогой Друг У Бога Есть Намного Лучше Этого Физического Видного Мира Для Нас У Нас Был Такой Парень Молодой Семья Тоже Прекрасные Люди Просто Если Взять Кого То Просто В Образец Служение Богу Жертвенность И Все Остальное Которое Им Было Присуще Это Просто Было Идеально Просто Идеально Они С ним Встречаются Понимаете Когда Встречаешься Людьми Которые Тебя Заряжают Они Тебя Заправляют Можно Сказать Ну Всем Такие Люди Нужны Иногда От детей Иногда От других От пастыря Мы Мы Должны Такими Людями Быть Мы Просто Такими Людями Пришел Ты Что-то Дал Человеку Что Ему Жить Захотелось Что Ему Не Просто Жить Что Ему Захотелось Ну Не Просто Так Жить Как Небудь Но Подвиги Какие-то Совершать Для Бога Не Такой Пассивной Какой-то Жизнью Расскажу Еще Два Примера И Будем И Буду Заканчивать Этот Пример Я Просто Даже Другой Проповеди Взял Одному Проповедника Он Говорит Лично Может быть Он Сам Свидетельствовал Но Эта Женщина Говорит Рождала Ребенка И При Рождении Ребенка Она Очень Сильно Это Было Здесь В Штатах У нее Сильные Затруднения Были И Ребенок Родился Нормальным Но Она Умирала И Она Говорит На Продолжение Времени Некоторого Все Сложнее Сложнее И Пришло К Тому Времени Через Две Недели Она Говорит Сама Свидетельствовал Я Перешла Уже Эту Границу Когда Мне Хотелось Просто Жить Мне Просто Не Хотелось Жить Мне Было Абсолютно Все Равно Мне Хотелось Чтобы Это Все Полностью Все Закончилось Дорогие Друзья Иногда Нам Просто Такое Уныние Приходит Иногда Просто Чрезвычайность Такой Ситуации Приходит Когда Просто Приводит Тебя В Такое Замечательство Что Тебе Просто Не Хочется Ничего Тебе Просто Ничего Не Хочется И Когда Я Иногда Бывает Ночью Так Сидишь Когда Подальше От Семьи Начинаешь Себе Уявлять Там То Может Случиться И То Может Случиться И Ты На Себе Нафантазируешь Что В самом деле Ты Слушаешь Слушаешь Ничего Ничего Не Случилось А Ты Уже Депрессии Потому Что Ты Наперед Себе Настроил Что С Тем Ты Не Справишься Ты Даже Сам Не Знаешь С Чем Ты Справишься Друг И Хотелось Чтобы Ты Совсем Смог Справиться Если Ты Живешь С Богом И Вот Она Уже Умирала Эта Женщина И Заходит Ее Доктор И Говорит Она Говорит Я Слышу Разговаривает С другими Она Умирает Она Умрет Они Говорят Ну Как Как Она Умрет Умрет Потому Что Она Сдалась Она Сдалась И Это Было Видно Понимаете Это Видно Людей Которые Сдались Их Видно Их Просто Видно Это Пассивность Твоя Мой Друг Это Просто Видно Что Ты Сдался Ты Просто Сдался Ты Поплыл По Течению Ты Ничего Не Хочешь Делать Против Этого Течения И Он Говорит Несите Ей Ребенка Которого Она Родила И Говорит Когда Они Принесли Ребенка Она Свидетельствует Когда Я Взяла Этого Ребенка Мне Просто Захотелось Жить Мне Просто Не Хотелось Умирать Мне Хотелось Жить И Жить Для Этого Ребенка Если Есть Смысл То Это Единственный Смысл Она Выжила Она Выжила Энтузиазм Нужно Принести В жизнь Человека Такое Что-то Чтоб Заставил Его Жить И Делать Больше Двой Друг Если Твое Обличение Несет Человеку Разоблачение Если То Что Он Делал Перестал Вообще Делать Поверь Ты Нет Бога И Не Тот Твой Тебе Дух И Не Тот Тебе Дух Еще Один Случай Этот Сергей Вы знаете Пришло Испытание В его Жизни Как Испытание Жизни Иова Пришло Испытание В жизни Я так Встречался С ним Беседовал Когда Пришла Подготовка На кемп Мы Кое Что Хотели Вместе Делать И Я Спрашиваю Скажу Сергей Скажи Как Ты Все Это Пережил Семья Прекрасная Жена Заболела Раком И в течение Двух лет Они Все Что Не делали Все Что Не делали Ничего Не Помогло И в итоге Она Умерла А то Зиму Ее Похоронили Я читаю И Эту Эту Историю Иова И мне Хочется Мне хочется Плакать Господь Иисус Ну почему Мы молились Мы до Последней Минуты Я говорил Я не Отстану Господь Я до Последней Минуты Верю Что Ты Можешь Ее Исцелить До Последней Секунды Только Какая-то Вера Где-то Бралась У меня Это Не Было В Планах Божьих Но Это Не Было В Планах Божьих И Он Говорит Ты Знаешь Что Мне Помогло Говорит Разные Люди Приходили Я Всегда Говорил Что Я В В Обетование Божие Это Не Принадлежать Нам И Нашим Детям Я Это Говорил Я Это Проповедовал И Приходили Люди Которые Говорили Может Не Надо Так Ну Ты Сам Видишь Ну Не Всегда Так И Говорит Я Пришло Приходило Время Мне Хотелось Даже С Ними Согласиться С Таким Можно Сказать Богокульством С Одной Стороны Даже Говорит До Того Времени Когда Я Еврея И Тогда Говорит И На Сегодняшний День Я Скажу Что Божье Обетование Принадлежит Нам И Нашим Детям Оно Быть Может По Человечески Нам Не Во Благо Но Перед Богом Поверьте Тебе Во Благо Во Благо Тебе Я Верю Именно Этому И Хочу Просто Хочу До Конца Верить Потому Что Божий Предусмотрел А Нас Нечто Лучшее То Что Мы Своим Глазом Просто Видеть Не Способ Мы Ограничены Мы Просто Ограничены А Господь Всеселен И Он Знает Намного Больше Он Говорит Ты знаешь Я говорил То Что Говорил Ио Я говорил Господь Иисус Не Веди Меня Я Не Пойду Туда Я Не Могу Туда Пойти Я Не Понесу Это Я Не Смогу Это Перенести Но Говорит Повел Меня Бог Я Говорит Уже Приближался Этот День Я Понимал Что Все Идет Не Так Как Я Хотел И Я Только Сказал Господь Господь Ты Знаешь Что Я Стою На Твоем Слове Верой И Сегодня У Мне Есть Вера Но Если Ты Поведешь Меня Дальше Я Не Знаю Или Она Будет Я Не Знаю Или Она Останется Господь Повел И Она Осталась Эта Вера Осталась Говорит Я Все Ром Верю Что Господь Силен И Господь Сделает Да Благословит Нас Господь Да Будет Имя Его Прославлено Его Намерение Во Благо Мне Во Благо Каждому Из Нас Да Прославится Господь Аминь 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 Воспойте Господу Пусть Леса Пенье И Глад Ослабляйте Не Только Пусть Свят Пусть Вся Земля И Народ М Пусть 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 Леса Пенье И Благословляйте Ведь только уж свят. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и славь без пащи его. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и славь без пащи его. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и славь без пащи его. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и славь без пащи его. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и славь без пащи его. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и славь без пащи его. Пусть вся земля и народы вселенной Сила величия, слава повеки, Да слава повеки, повеки веков. Пусть вся земля и народы вселенной И слава повеки, повеки веков. Пусть вся земля и народы вселенной Воскрепнут и слави без пащи его. Пусть вся земля и район keywords Воспойте славу, да вы несите и уклоняйтесь, Преславань Его, трепещимся, земля наш Бог. Господи, брат и сестры, что вы маете сегодня прекрасное служение. Вы знаете, даже один брат посчитал, не верил. Я говорю, если вы не посмотрите на наш хор, думаю, что там человек 50 сидит. Вон посчитал, говорит, 7 человек, но прекрасно спеваем. Не потому, что они умеют спевать, а потому, что есть вдохновение Божие из сердца служить Господу. Та же самая, кто перед мною проповедовал, это наш племянник. И я так слушаю, и он так говорит, что дети вдохновляют. Я говорю, конечно, вдохновляют, так думаю, потому что само детство его дети вдохновляли. И когда мы приезжали, еще жили на Украине из села в город, где мой дядя был на квартире, она осталась, мы туда, мы звонили всегда до ее мамы, Ліда, Ліда, где там Саша? Вдома есть, можно его, можно, знаете, мою людочку, Светлановичку, игрочка Русланчика, он глядил. Я думаю, наверное, пока он не женился, он детей глядил. Поэтому они вдохновляют его. То его уже в крови, наверное, есть, что он любит детей. Я не знаю его старшие брати, но мы тоже его любили, и доверяли ему наших детей. Потому что, Саша, я тебе дальше Бог вдохновляю детьми. Читаем Слово Божие, где написано, что есть Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семья Его, род правых благословится, обилие богатства в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Блажен муж, боящийся Господа. Вы знаете, это слово боящийся непопулярно сегодня в этом мире. Блажен муж, знаете, я виділяю чоловіка. Однужа. Это не муж, который женатый. Но знаете, когда пришел ангел до Гедёна, он говорит, что муж сильный. Вы знаете, это человек, который в деле Божьем. Он говорит, что муж, боящийся Господа, будет крепко семья Его на этой земле. Будет богатство Его. Я просто не хочу повторять, что перед мной брат говорил, потому что я выписал, выписал меня, оно записано, и он дещо повторял уже это все. Но я все равно напомню, брати мои и сестры, оно есть ценно в очах Божих. Хоть это унизительно перед людьми, но ценно в очах Божих. И вы знаете, брати мои и сестры, он пользуется дьявол. И он много сегодня подходит до молодых людей. И знаете, замест смирения, то, что они придбают от Господа, он туда пхает оце непокорство або гордость. Как ты будешь унижаться, ты должен с ними соглашаться, и так далее докажи, кто есть ты. Вы знаете, брати мои и сестры, люди або мужа Божи, они этого никогда не делали. Они завжди указывали смирение своему на силу самогутнего Бога. И когда мы читаем Слово Божие про одного мужа, которого звали Авраа, он не мав столько детей, сколько я, брати мои и сестры, и, переживаясь старость своей, он попросил, что Бога, дай. Я думаю, он хотел, потому что на тот час было призрение, не маючи детей. Бог ему пообещал. Бог ему дав сына, а потом, каже, принести его в жертву. Это тяжело, мои любые брати и сестры, но он, не колебаясь, несет его и ложит на ци дрова. И когда он положил, взял ножа, и написано, Слово Божие, из 22 главы такие слова, 15 вирш. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба. И сказал, мною клянусь, говорит Господь, «О, что так как ты сделал с нее дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семья твое, как звезды небесные, и как песок на берегу мора, и о, владеет семья твое городами врагов своих, и благословлятся в семье твоем, все народы, за то, что ты послушался гласа моего». Прекрасное життя. Лучше не треба, брати и сестры. Где не будет депрессии, не будет, знаете, какого-то уныния, там будет радость, коли мы выполняем або любим закон Божий. Вы знаете, когда мы едем машиною, и законы стоят на дороге, то есть все знаки, которые указывают, сколько нам нужно ехать, або сколько мы можем ехать. Я думаю, брати и сестры, для ненарушителя немае сили абсолютно никакой закон, чому он ее нарушает. Но для всякого нарушающего закон мае силу, то же самое, брати и сестры, законы в Писании для тих и других людей. И тому Господь просто просит або предлагает, через слово свое, хочешь мати прекрасное життя, поступаю так. Поступаю так. И каже, как я уже пришел к блаженному боящемуся Господа, крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семьи Его, род правых, благословиться. И представьте себе, даже не пришло в розум Аврааму, что за такие поступки он получит великое благословение, а также мы, брати и сестры, последователи за Иисусом Христом через Авраама, я не обхожу Иисуса Христа и голгофские страдания. Мои любим брати и сестры, и когда он все это сделал, в своем, может, переживании, и тут, знаете, не так, может, как я прочитал, но тот свой голос из неба, за то, что ты послушал меня, благословлю тебя, благословлю семья твоя, и благословится весь люд через тебя, за то, что ты сделал это или иначе. Мои любим брати и сестры, то есть важность для нашей жизни. Тяжко те, но это возможно, тяжко, но это возможно, когда нам нужно саме себе смирать. Как смирил Авраам, брати и сестры, ни где не написано, что йшла борьба в его разуме, что делать, я попросил, Бог дав, как мое быть? Да, написано, о признавании смерти, Бога воскресить и так далее. Но он ишел в послушании, смирении при лице Могутнего Бога. Покажет дальше, обилие богатства в доме его, и правда его пребывает вовек. Он вовек не поколеблется, и вечно в памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Мои любим брати и сестры, своего часа в одному доме был восьмый по счету сына-батька. Вы знаете, его занятие было овечки далеко от своей своей. Я думаю, это было самым, наверное, то, что никто не хотел делать, на то время, а на сегодняшний день больше. Но Давид, смираясь перед батьком, матерью своей, будучи в послушании, повел свою отару, и ось там пасе. Я представляю, бо я пас с коровы до 10 класса, и вы знаете, я сидел на горбу, так была долина, и там была трава, я выходил на этот горб, сидел и смотрел за своей коровы, как она пасется. Я думаю, Давид так само, он был на возвышенности, дивился своими овечками. Не раз, может, он их пересчитывал, потому что были, наверное, кусти какие-то. Воззнав, что там есть опасность, лев, чем медведь, как написано. И он рад был, что они все по счету. Он рад был, знаете, что придет година, когда я пожену отаруцу назад, и я все предоставлю батькову, была великая ответственность и получение него. И своего часа тату говорит, сынок, что ты не поженешь, ты берешь эту торбину, берешь все подарки, что есть, в торбу ложи, и пойди, отведай братьев своих. А эти подарочки начальника, это для сына, знаете, в подарочках, как когда-то и сегодня. Начальство, как помашешь, так и поедешь. Я думаю, когда-то так было, и на сегодняшний час. Батько это знал, что для сына, это было бы авторитент, и он это все давит для начальника, не забудьте дать. Знаете, приходит Давид туда и чует, там есть людина, которая поносит имя, Божия, народу Божьего. Вы знаете, его это взяло. Как так можно? Как так можно? Он заходит в общество, начинает там, знаете, распитывать, так дальше. Доказывается Саулу. Саул снимает свою царскую одежду, дягнулся. Но не может в таких одежах. И мы знаем результат, когда он подходит. Когда он подходит, когда он подходит, это написано в первой книге царств, 17 главе, 43-й бирж. И сказал фелисимин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял фелисимин Давида своими богами. И сказал фелисимин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал фелисимину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Сабоофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь руку мою, я убью тебя и сниму с тебя голову твою и отдам трупу войск фелисиминского птицам небесным и зверям. Земным и узнает вся земля, что есть Бог Израиле и узнает весь этот сон, что ни мечом, копьем спасает Господь, ибо это война Господа и Он предаст вас в руки наши и на врагов своих будет выйтися спокойненько. Представьте себе, братья и сестры, как Саул, так и его сын, Абисалом, они были, ну, сильные мужья, они выходили и бились, так дальше, поражали много людей, но в тот момент, когда перед этим великаном трепетали все, но выходят мужи Божи, то, что братья и сестры, который предназначен Богом и выбран по сердцу Божьему, он своего времени станет царом, и так дальше, он идет туда, потому что он знает, что за ним стоит Бог, он боится заповедей Господней, он почитает Батька и Матера, и он знает, братья и сестры, что Батьковое благословение, оно идет, как бы, або за Батьковским благословением идет благословение Божье, и он смело себя тримал, он смело, братья и сестры, и он смотрит на врага своего, который шел, знаете, ну, не под силу Давиду, чисто по-человечески, с тем копьем, мечом, щитом и так дальше, и он взял эту палку, и идет до него, и тот угрожает подойти, я отсечу тебе голову, отдам титься небесным звёрам полевым, тяло твое, и он говорит, ты идешь с тем, ты надежду маешь на те, что ты в руках тримаешь, а может на грудях, на плечах своих, но я иду против тебя, против тебя я иду, с моим Богом, с Саваохом, который ныне предаст тебя, в результатах смело говорить, чому? Боится Господа, выполняет заповеди Его, и вы знаете, братья и сестры, Бог стоит за такими людьми, и всякие, какие проблемы в нашем, которые нам не под силу, братья и сестры, и может мы не будем ревняться, как брат саши сегодня проповедовал, и говорил, в Иува есть, но больше так не написано, братья и сестры, чтобы было в кого-то больше, только в Иува, я чему Бог знал, что на Иува в мене это положить, и чему? Бои он любил Господа всем сердцем своем, даже когда была мескальна, жена вышла, и он ее, братья и сестры, не знаю, хотев обидеть, не хотев, но назвал не добрым словом, но не рады Бога, это братья и сестры, чтобы Бог не был уничтожен во всяком деянии его, которое трапляло в своей жизни, он говорит, а я знаю, и скупитель мы живем, да, находятся сегодня друзья, находятся сегодня советы, но братья и сестры, самый лучший советник, это наш Иисус Христос, и он сегодня через слово свое, советует твоей моей жизни, триматись Господа, его путей, его заповедей, бояться Бога, может кто-то смеется, но то бою, чему, вы знаете, с моего часа, мы пошли с одним братом в клуб, я говорю, пішли в клуб, он говорит, набьют, вы говорите, раз, набьют, ну ничего не станет с нами, если раз, набьют, ну не били тебя до этого, нет, меня не били, давай пойдем, и вы знаете, мы пошли туда, и они с нами смеются, говорят, ну а что там есть, вот вы правы, что там есть, курить не мона, пить не мона, гулять не мона, ну всякого, всякого не мона, урацехи, баясь мих, жизнь не, если бы вы вкусили, який благ Господь, то это просто для вас было бы смитя, это просто, ну было бы, ну мерзкое, перед очимом вашим, если бы вы вкусили благ Господь, братья мои брати и сестры, так и я наш Господь, и Він сегодня нам даёт, люди не понимают нас, наша жизнь, отличается от их, почему я сегодня слушал мусульманина, который говорил, и говорит, я призывал своих друзей, на день народжения, они говорят, слушай, там смертного не будет, и вы знаете, он по-английски говорит, это для меня удивительно, почему люди удивляются, что на день народжения, где-то смертного не будет, как это так важно, мусульманин это говорит, но брати и сестры, они не уступают своим жизнам, и своим, знаете, понятям, перед всем мире, поэтому мы, брати и сестры, как избранные, как купленные кровью, дороценною Господа нашу, Иисуса Христа, мы сегодня маем быть такими, яких хочет видеть наш Господь, вы знаете, чтобы мы, вот так поступали, как хочет Бог, мы бы имели успех на этой земле, хотя мы имеем отчастки, но я думаю, мне бджолярист, разумею, что я скажу, бджола никогда не сядают, на искусственные цветы, никогда я не видел, у нас, когда работают, их натикали кромздан, но там бджоли не сядают, они сядают, знаете, на натуральные цветы, если мы, братья и сестры, были такими, как хочет Бог, тягнулись люди до нас, тягнулись, они бачили у нас что-то необыкновенное, братья и сестры, может, часто они дивляться, а когда придивлюсь, а оно что-то не тает, оно что-то не тает, вы знаете, когда и на его, дивились на его страдания, написано, в некоторых днём не могли бы говорить, его друзья, бачивши страдания его, пиздейшие люди вернулись, родные и так далее, но когда этот цветок развел, и эти пахуши пошли еще дальше, начали тянуться до него, и Бог его благословил, и больше того, благословил, как он его мав до того, братья и сестры, и люди бачили в том, как наше, как брат Саша проповедовал, когда у нас что-то есть, про это мают знать хоть все, потому что у нас есть проблема, но, братья и сестры, мы мало когда указываем, что мою проблему знает Бог, и Он решит ее, а если бы не так, то знай, цар, мы не поклонимся тебе, они твердо стояли, у своему упованию, и тому, братья и сестры, нехай Бог Господь нас благословил, чтобы мы, когда узнали Иисуса Христа, укусили блага Его, мы обещали Богу служить в доброй, чистой совести, сегодня, братья и сестры, раз и назавжди, один и не больше, у нас есть Иисус Христос, то есть и нарушитель жизни нашей, наших проблем, что бы мы не делали, мы смеливо дивимся на всякие проблемы, которые встречаются в жизни нашей, За нами стоит Бог, а Він сильнее, всяких проблем, Він сильнее, братья и сестры, всякой силы, потому что Він є Бог, Він покорил все, под ноги свои, и своего часа сказал, а где победа твоя, ви знаете, Він хотів мать ту победу, цей Люцихвер, но Він лишился того, смерть, где жало твоё, чому, потому что Иисус Христос есть наше життя, поэтому нехай Господь нас всех благословит, укрепит, братья и сестры, и надальше веде кожно из нас, и так далее, идем за ним, чтобы славилось имя Господа нашего Иисуса Христа. Я не раз думал за этим словом, когда пришли елини, и знаете, они не находили каких-то священников, не находили других людей, но следователям Иисуса Христа, и скажут, нам хочется бачити Иисуса Христа. Иисуса Христа. Нас хотят бачити я хочу бачити наш Иисус Христос. Нашему Господну хай будет слава по веки. Аминь.